Итак, у нас уже время начинать программу. Ирина, как обычно, опаздывает, поэтому, наверное, начну без нее. Так, что значит без нее? Я уже тут, я подключаюсь. Итак, мы начинаем программу «Крейдоскоп», пока нас не застиг, кажется, уже надвигающийся дождь. Итак, Ириночка, почему же мы сегодня опоздали? Я часы забыла. Подумаешь, я же вообще не ношу часов, а между тем вовремя пришла. Ну, кстати, зря ты часов не носишь, потому что, ну, с моей точки зрения, часы – это очень важный аксессуар. Для кого-то наручные часы – символ статуса, успеха и признания. Для других – незаменимый координатор во времени и пространстве. Но как бы то ни было, к выбору этого аксессуара нужно подходить со всей ответственностью. Магазин «Мир часов» уже на протяжении 15 лет помогает рязанцам подобрать именно те модели, которые подчеркнули бы стиль и индивидуальность владельца. К своему юбилею магазин подошел в обновленном виде. Европейский стиль, светлые просторные залы, в которых теперь выделены две зоны. В первой представлены часы японских и российских производителей. Среди них особого внимания заслуживает всемирно известная фирма «Кассио». Если вы человек активный, то часы «Кассио» – именно то, что вам нужно. Спортивные часы серии «Джи Шок» созданы специально для вас. Модели этой серии сочетают в себе самые продвинутые технические характеристики. Они способны рассказать о температуре окружающей среды, давлении и сориентировать вас в пространстве. Ну и, конечно же, им не страшны ни вода, ни удары. Такая же прочность и выносливость характерны и для серии «Про Трек», созданной специально для путешественников. Ну а если вы предпочитаете многофункциональность, облаченную в более классическую форму, вам подойдут часы из серии «Эдифайз». 3D-циферблат и множество накладных деталей создают впечатление невероятной глубины этих моделей. В этой же первой зоне представлены часы русских производителей «Шарм» и «Русское время». Здесь вы найдете и мужские модели, и женские, с покрытием из популярного в России розового золота. Во второй зоне представлены модели наиболее известных швейцарских фирм. Среди них разнообразные линейки часов от фирмы «Тесот». Здесь представлены и классические модели, и спортивные со множеством разнообразных функций, и даже винтажные. Для женщин создана специальная линия механических часов с открытым узлом баланса. Эти часы подзаводятся от малейшего движения руки, а модный дизайн и яркое цветовое решение удовлетворит самые взыскательные эстетические требования. Линии часов, украшенных бриллиантами, также не оставят равнодушной прекрасную половину человечества. Кстати, этот часовой бренд, если и украшает свои изделия драгоценными камнями, то используют для этого исключительно бриллианты. Фирма «Тесот» представляет сенсорные часы линии «Титач». Помимо возможности управления механизмом с помощью легких прикосновений, вы получаете многофункциональный механизм с будильником, барометром, термометром и невероятной водозащитой. Здесь же представлен бренд «Эпос» – престижные швейцарские часы премиум-класса. Механизм часов «Эпос» – это самая большая гордость компании. Именно поэтому у всех часов сделана прозрачная задняя крышка, которая открывает богато украшенные детали механизма, рубины, вороненые винты, а самое главное – позволяет наблюдать за жизнью часов. Нельзя не упомянуть уникальный немецкий бренд из провинции Глазхюте – Бруно Зонли. Дизайн этих часов выполнен с немецкой педантичностью. Он не кричит о себе, но твердо заявляет об утонченном вкусе владельца. Помимо самих часов, здесь вы сможете подобрать аксессуары для них. Так, например, часовые разноцветные ремешки премиум-класса от австрийской фирмы «Хирш» помогут придать вашим часам новый неповторимый облик. Этой фирмой разработаны уникальные линии керемней, стойки к износу, в некоторых из них можно плавать и нырять. Также «Хирш» создала линию гипоаллергенных ремешков, пропитанных соком алоэ вера. Здесь же вы найдете часы для самых маленьких швейцарской фирмы «Флик Флаг». Отличающиеся по цвету часовая и минутная стрелки, а также любимые детьми герои, изображенные на часах, наверняка помогут вашему малышу понимать время. В общем, мир часов действительно многообразен и невероятно интересен. И изучать его лучше всего опытным путем, покупая новые модели для себя и своих близких. И быть говорят, что счастливые часов не наблюдают. Поверьте, следить за временем по таким часам – вот настоящее удовольствие. Итак, города побратимы в Ресюир – Франция, Мюнстер, Германия. Вот Испании почему-то нет, что очень странно. Хотя в нашем городе даже проводятся праздники, посвященные культуре этой страны. Испания – невероятно красивая, далекая страна с самобытной культурой. На сегодняшний день ее традиции, самый главный язык, вызывает неподдельный интерес у россиян. Удивительного в этом ничего нет, ведь на испанском языке сегодня говорит около 500 миллионов человек. Он является вторым после английского языком международного общения и вторым после китайского по распространенности. Так что сегодня его изучение можно считать приятной необходимостью. Понимают это и современные студенты, и руководство рязанских вузов. 7 июня в Рязанском государственном университете имени Сергея Есенина впервые прошел День испанского языка и испанской культуры. С Испанией нас связывают уже давние традиционные отношения. Наш университет тесно сотрудничает с Институтом Сервантеса, с Университетом Альмерии. За последние три года четверо наших студентов прошли полугодовые стажировки в Университете Альмерии. И я думаю, сегодняшний фестиваль, фестиваль испанского языка и испанской культуры может достаточно существенно поднять интересы наших студентов, студентов, которые обучаются не только в Институте иностранных языков, но и на других факультетах к испанскому языку, который, на мой взгляд, в ближайшие годы будет все более и более актуален, особенно для нашей страны, с учетом тех тесных экономических взаимосвязей, которые имеются у России со странами Латинской Америки, которые преимущественно говорят на испанском языке. Сегодня в Рязанском государственном университете испанский язык изучается на факультете истории международных отношений. А сейчас планируют ввести его на естественно-географическом факультете в рамках специальности «Туризм и гостиничное дело». Участниками фестиваля стали педагоги и студенты университета, а почетные гости и торжества – «Атташе Испании по России по вопросам образования» Татьяна Дроздов-Диез. С нами она поделилась своими впечатлениями от города и университета. Сам город, конечно, дает впечатление о том, как им был русский город. Чувствуется высокий уровень вообще общей культуры. А уж университет просто меня поразил. Конечно же, Испания заинтересована в распространении ее языка на территории России. Сегодня он изучается в четырех рязанских школах, и Татьяна Дроздов-Диез надеется, что вскоре их число увеличится. Ну а на благо распространения испанской культуры даже в нашем городе трудятся сами испанцы. Так в Рязанском государственном университете испанский язык преподает его непосредственный носитель Мигель Баскес. Я люблю русскую культуру. Я читал Карамазов, братьян, Карамазов. Я читал Анна Каренина, Стихи Ясенина, Стихи Пушкина тоже. Очень большая культура. После официальной части праздника все желающие могли насладиться блюдами испанской кухни и даже выучить несколько слов по-испански. Организаторы надеются, что подобные праздники вызовут интерес к испанской культуре и сослужат хорошую службу ее распространению. А сейчас пришло время нашей рубрики «Извольте отведать». И сегодня мы вам расскажем о сырах, об их видах, о том, как их правильно выбирать. В общем, все самое интересное. Деликатесы. При этом слове воображение рисуют образы невероятно вкусных яств. Редких, а порой и недоступных. Но сегодня на полках гипермаркетов мы можем найти огромный выбор деликатесов. Мясных и не только. Так, например, обилию сыров потребитель уже даже не удивляется. И чего здесь только нет. И с плесенью, и разноцветной, и со всевозможными добавками. Конечно, предпочитают больше к тому, к чему привыкли. Тот же российский, тот же Моздам. Они предпочитают, конечно, к тому, что привыкли. Но новинками пользуются. Особенно предпочитают нарезки, которые, чтобы красить стол. Особенно вот эти праздничные дни, которые там они уже берут с добавками. То есть зеленые. Не то, что они на вкусовые даже смотрят, а вот именно по цвету. Зеленый цвет, значит, красный цвет. Есть такие у нас сыры, которые с добавками. То есть они предпочитают разукрасить свой стол. Сыр принадлежит к древнейшим натуральным продуктам, произведенным человеком. Его ценили во все времена и как продукт на каждый день, и как принадлежность изысканной трапезы. Сегодня видов сыров великое множество. В силу ряда причин в мире не существует как таковой единой классификации сырных продуктов. Среди этих причин и разнообразие способов производства одних и тех же сыров у разных производителей, и разнообразие названий одних и тех же сыров, изготавливаемых в разных странах. Наиболее распространенной и известной является французская классификация. Согласно ей, все сыры подразделяются на свежие, такие как маскарпоне, рикотта и моцарелла, невареные прессованные, гауда, чеддер, вареные прессованные, мягкие сыры с плесневой корочкой, голубые сыры с плесенью, сыры из козьего и овечьего молока и плавленые сыры. Вне зависимости от вида, все они производятся из молока различных животных – коровьего, овечьего, козьего или буйволиного. Так, при изготовлении итальянского сыра моцарелла традиционно используется молоко черной буйволицы. Правда, сегодня большинство сортов этого сыра производится все-таки из коровьего молока. Помимо сортов молока, решающую роль играет и место обитания животных. Определенные сорта сыра могут быть изготовлены только из молока местных животных. Например, горный сыр производится только из молока английских коров. Сегодня зачастую мы не углубляемся в изучение видов сыров. Для нас главное, чтобы сыр был вкусным и натуральным, ведь этот продукт, как утверждают специалисты, невероятно полезен для нашего организма. Сам по себе сыр – это продукт, который полезен тем, что содержит большое количество белков, его больше даже, чем в мясе и рыбе. Очень много микроэлементов, минеральных веществ, которые хорошо усваиваются. То есть это легко усвояемый продукт, поэтому его рекомендуют и детям, подросткам, беременным женщинам, кормящим. Конечно, все эти полезные свойства характерны только для свежих и натуральных сыров. Специалисты советуют внимательно изучить информацию на этикетке и внешний вид сыра перед покупкой. В сырах не должно быть никаких добавлений, красителей, усилителей вкуса. И сроки годности, чем меньше срок годности сыра, тем он более полезен, даст свои все вкусовые качества, полезные вещества, он сохраняет. Соответственно, если срок годности увеличится, то есть добавляются консерванты, которые способствуют тому, чтобы продукт не портился. Ну и, соответственно, если он упакован непосредственно в магазине, нужно смотреть, чтобы он был не заветренный, чтобы не было, если это сыр без плесени, никаких налетов, ни белого налета не должно быть, да, там на поверхности, именно нигде на срезе, а та сторона, которая заводом предусмотрена, чтобы не было никаких налетов. Есть непосредственно сыры, которые уже с этим налетом, это мы не рассматриваем, вот, чтобы не было, конечно, никаких плесневых изменений. Визуально должен быть аппетитно выглядеть, конечно, можно понюхать, если это вот сыр, ну, непосредственно при вас отрезали кусочек, чтобы не было слишком сильно кислого запаха, да. А вот покупатели гипермаркета «Карусель», как оказалось, выбирая сыр, большое внимание уделяют цвету этого молочного продукта. На цвет, конечно, чтобы, когда слишком желтый, это, значит, краситель добавлен, а такой посветлее. Ну, внешне, чтобы был не ярко-желтый, не чисто белый, а какого-то, каких-то средних тонов, ну, и смотрю на производителей в основном. И на ощупь, если можно, то, чтобы было эластичным. Состав нет, я состав не вижу, в принципе, никогда не написано, что там за состав в этом сыре, поэтому как-то не обращала никогда внимания на состав. А на цвет, да, я люблю более желтый. Белый я почему-то не люблю, не знаю, почему. Кстати, в античном мире сыр считался пищей богов. Не стоит пренебрегать этим полезным продуктом и нам, современным людям. Ведь сыр хороший, как самостоятельное блюдо, и как десерт, и как диетический продукт. Ну что ж, на этом наша прогулка по улице Почтовой подходит к концу. А вместе с ней завершается и наша программа. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова